всем привет и у нас сегодня недельный раздел инхаз недельный раздел который читался в эту субботу в синагоге в синагогах кроме того мы как бы находимся накануне поста 17 тому за который и открывает 3 и травы на неделе до 9 ава который называется общим названием веновый царь им поэтому как бы содержание вот этой статьи аппарата но как бы очень сочетается потому что ну как бы общее положение основания главных причинах которые привели к разрушению храма это беспричинная ненависть вообще как бы вражда ненависть поэтому такой тонкий вопрос как тонкий скажем сложный вопрос как что такое ревность что такое ревновать за бога штаба ревновать всевышнего когда это оправдано как это возможно какие для этого условия насколько это релевантно в наше время комплекс вопросов он как бы чрезвычайно сложный вот и как бы ханан парад на мой взгляд опять же интересно рассматривать приводя сейчас посмотрим много первоисточников рассматривая как бы с разных сторон и в конце приходит в общем такому ну скажем достаточно неожиданному выводу касающийся актуалей касающего нашего времени да ну и вообще как бы я тебя предваряю образ который тоже был ревнитель свое время они такие два параллельных образа до образ пенхаса это символический образ который еврейской традиции ассоциируется с образом пивнителя пивнителя человек который делает какие-то в общем очень суровые дела убивая кого-то наказывая кого-то дело это в каком-то очень сильном эмоциональном порыве выполняя некоторые как бы видите глазами что происходит и находясь как бы в таком чрезвычайно сильного эмоциональном потрясении берет на себя вот такую функцию ревнителя знаю есть русское слово фанатик которая все-таки явные не отрицательное значение мы так не переводим вот но в принципе в современном иврите канай или как бы по-русски типа канаизм канаут вот это в общем это то что называется фанатизм да и это тоже как бы простигает из этой истории ну теперь как бы вернемся и посмотрим пройдем как бы несколько кругов комментариев посмотрим с разных сторон и проследим как будто вывод которому приходит ханан пара и так сначала как бы фактаж в конце предыдущего недельного раздела балак вот мы становимся свидетелями как раз именно этого как бы ревнительного деяния очень сурово очень резкого который как бы всех потрясает тех кто как бы свидетели кто в этом участвует и соответственно нас читателей до тех которые учат которые осуществляет производит хас бен и ляза и он это его действие она как бы против того что было совершено развратное действие скажем так которое сделал даже не просто еврей а в общем такой видный человек да по имени земли бен сало и с медьянкой которая тоже была не из простых вот которую звали которую звали козви бацур дочь цура вот причем сразу же самом начале а почетка на парад почетка что это как бы развратное действие вот она была сделана публично сказать агрессивно вызывающие на глазах всей общины израиля и так это описывается и увидел вот увидел здесь это очень важно дальнейшем и дальнейшему час прямо мы будем это обсуждать что именно увидел но как бы обратить внимание вот я сейчас делаю как бы акцент на это сказано и увидел пенхаз и увидел пенхаз или азар бен аарон покое увидел увидел дальше встал из общины и взял в руку копье и пошел вслед за человеком из израиля куба называется куба по-видиму это ну вот как будто место где стоит кровать шоу как бы там я не этим занимались да такое видимо дороженное место внутри шатра и он их этим копьем проткнул складом вместе обоих не знают ним ударом еще как-то ночью ему проткнул и мужчину и залить они нам и ту женщину вот чем-то тут такие суровые описания сказано что женщина проткнул эль кубата кубата как бы по простому смыслу значит ее чрево ну как бы и страшик этого места которые как бы его технические подробности что он не просто их как бы убил а он так проткнул их копьем те самые как бы органы которые они не осуществляли есть техническая подробность а дальше сказано так и остановилась я с тем самым остановил поражение или отвел поражение от сынов израиль это конец предыдущей параши балла да и дальше мы видим что вот такое дерзкое решительное действие пенхаса по мнению как бы мудрецов это действие она так как они его описывают в трактате сангибрин вызвало волну как бы недоумение изумление со стороны израильтян да по отношению к тому именно к пенхаса который убил не просто тот который был убит вот этот земли он был человек который был на 7 он был там скажем князь но был некоторые как бы в иерархии сынов израиля когда они ходили в пустыне вот он был значит носи но некоторым предводителем колен непростой человек был видный человек то что он взял его как бы всех убил может быть и на глазах физически у всех на все видели как что-то разошел и что это все все это видели да и на какой в какой-то момент могло создаваться ощущение на самом деле пенхас это это он именно он тот который вызвал вызвал этот вызывает как бы этот кризис он его действие послужило как результатом этих драматических событий и поэтому как бы следующие стихи объясняет что видимо для того чтобы разрешить ситуацию и чтобы однозначно показать ну как грубо говоря на чей он стороне и выразить свое как бы отношение скажем так вот поэтому всевышний как бы собственноручность так можно сказать до своей славе появляется начале главы пенхас и как бы совершенно однозначно проясняет ситуацию свою позицию скажем так восхваляю действие пенхаса и мало того не только как бы однозначно оценивая как было как положительные более того он еще его он смысле всевышний посылает ему биркат шалом благословление мир тоже очень странно таким образом как бы мир благословление миром связано с как бы таким чем ужасным действием который сделал пенхас непонятно как соединяется и так как сказано мы читаем 25 главе и 10 и 12 стихи и сказал господь моше говоря пенхас сын или азар сына арона коэна и шиф и шиф это возвратил отвратить возвратил отвратил мой гнев от сынов израиля если отвел до как и огнеупор в его смысле пенхасы в ревнование есть так можем сказать моей и ненависти мои слегка моей моей ревности в среде тут как бы некоторые игра слов то есть идея как бы такая что у всевышнего у него возгорелся у него как бы его было из так можно сказать свое собственное кино я буду много повторять это слово поэтому ну как запомните его кино это ревность если его любовь а есть кин а так вот и как бы господь ревновал с так можно сказать до человекообразных выражений за то что евреи себя как бы вот этим развратным действием до земли он довел до некоторого апогея подход израильтян как всевышнего их разврату за дочери дочери медианскими это что они пошли вслед за ними как бы поклоняться идолом и вот действие этого земли это был как бы пик и как бы всевышнего есть возникла ревность из так можно сказать вот своей ревностью кенхас он как бы отвратил погасил ревность всевышнего такая такое как бы понимание и дальше продолжается и не уничтожил чем здесь стоит такое слово называется это даже не магов а это гораздо более сильная магов а это поражение потому что на современном мире называется эпидемия здесь написано келите клея это полное тотальное уничтожение совершенно с другом как бы аспекте но в смысле похожим когда в субботнике души говорят слова из книги пришит ваяхула шамаем варц и были закончены там тоже это слово клея клея это полностью закончены завершены в данном случае это чисто как бы отрицательный смысл полное тотальное как бы уничтожение поражения когда не остается ничего всевышний говорит и не уничтожил сынов израиля в моей ревность поэтому скажи нет поэтому говорю это как бы слова всевышнего прямая речь вот я и ныне вот я даю ему ему имеется ввиду пин хасу это бритья шалом союз мира достаточно загадочная фраза какой здесь смысл в этом завете мира читаем дальше и именно здесь она парад как бы ставит знак вопрос он говорит что именно в свете вот такого как бы благословление которое говорит произносит всевышний муж и по отношению к бин пасу с такой выразой не называется шерков шерков это в общем такое расхожие слова из так можно сказать даже слова выражение особенно среди религиозных вот и шерков это означает отлично здорово продолжай в том же духе как то примитивно перевести да то это будет так вот говорят и шерков если человек что-то такое хорошее сделал и кто-то хочет ему сказать спасибо продолжай в том же духе да говорят шерков шерков сопутствует тебе успех сила продолжай в том же духе окей так вот он говорит вот после этого как бы брахи и шерков который получил пин хас от всевышнего вот именно сейчас как бы возникает ощущение удивляться почему потому что по идее в этом месте по идее надо было бы как бы выучить из поведения всевышнего как правильно себя вести таких кризисных ситуациях по идее как бы то что пин хас получает однозначное одобрение шерков всевышнего то по идее для нас как бы урок по прямому смыслу не как так это кажется с первого взгляда что именно так как действовал пин хас это правильная ситуация так надо действовать но мы это как бы задаем мы это говорим со знаком вопроса действительно ли так надо понимать слова всевышнего что то что то как дел пин хас а именно вот такой как бы канал скажем тогда такая фанатичная фанатичная ревность за всевышнего такой фанатизм поведения да это что действительно вот так правильно себя вести продолжать дальше говорить с этим вопросом пытается как-то разрешить мудрецы трактате с интервью который мы уже упоминали соотносясь с тем как с предыдущим стихом довод стиль вот этого кусочка кусочки который описывает выражение как всевышний характеризует и говорится и шерков через муше пин хасу а то что с чего мы начали наше обсуждение это описание всей ситуации последние стихи из главы балак и было сказано я тратя подчеркиваю возвращаясь к этому и увидел пин хас пытаясь именно через это объяснить нам всю как бы уникальность и сложность той ситуации который действовал пин хас да а именно что увидел и и датчхан парад говорит что вот на этот вопрос а что он действительно увидел что увидел пин хас пин хас пин хас пин али азар что сподвигло его на такое крайнее действие и говорит продолжая что так таки сам ридвин приводятся три ответа которые проясняют ту совершенно уникальную ситуацию которая вот в этой истории с пин хас и мы видим что мудрецы они ставят совершенно однозначные как бы условия применения или оговаривают здесь употреблено слова саяги саягин саяк это что-то типа ограды нужно как бы лучше понять это слово например есть заповеди и стороны примеры заповеди запрещающие что-либо делать да а есть запреты мудрецов которые ограждают как бы основной запрет вот этими саяги например если написано в торе что нельзя зажигать свет в субботу мудрецы к этому добавили например все то что особенно в современном мире для нас актуально все что связано с электричеством напрямую когда человек там включает не на свет лампочку в общем как бы огня при этом не возникает с короткого языка незаметания не происходит да и там включает мобильный телефон заводит машину там или еще нет не по простому спичку когда видно огонь вот это называется саягин так вот и возвращаясь сейчас посмотрим вот в этом разбирательстве которые происходят стартатисты мудрин да таким образом они ставят вот такие саяги ставят эти ограждения чтобы с чем однозначно как бы поставить условия и для ограждения для вот такого ну я употребляю слово фанатичное хотя она опять не очень правильно знаю между ревностным и фанатичным чуть как-то посередине чего не не приходит да на всяком случае вот так он если пенхас а именно говорят масса что сделал он смысле пенхас дальше ну как это обычно гемаре такой очень сжатый стиль и за них несколькими словами фразами вырастает целая как бы рисуется целая картина я естественно переводить буду недословно сказано схватил он ее смысле да схватил ее эту медьянку до заблурит сказано ну вид вообще в современном ивре это вот локон вот такой вот лорит это что-то забыл вонский артеизм вот этот локон которого так причесывают называется блурит и блондины вот они такие самые вот называется блурит вот он ее схватил да такое жесткое описание вот и притащил к маши к муше да а слегка это не пинхас это не пинхас извиняюсь не пинхас это неправильно это схватил именно тот самый которого закололи а именно зимой он схватил значит да вот свою эту подругу притащил ее к муше и говорит ему бен амрам такое отношение довольно нагло издевательское из него специально подчеркивается стал шейли что это бен амрам может специально даже подчеркивал да подчеркивал здесь как бы том что отец амрама вообще говоря все время был поклонником и так дальше может быть звучит довольно так сказать наглое и оскорбительно и с самого начала как-то очень агрессивно да много бен а браун зуа сурау мутерет вот это которую я держу она разрешена ли запрещена имеется ввиду для как бы сексуальных отношений да и при этом тут не приводится речь муж и ответ муше а приводится как бы продолжение дальше речи земли да и либо это он сказал вслух либо он подумал про себя но как бы это вот такой вот диалог да говорит если ты скажешь что она сура то как то тебе разрешил бат и троп нет виду цифру что-то речь идет о разрешенности либо запрещенности значит связи евреев не еврей цифру она была дочь и тро зме дьяна кстати то есть на как бы напрямую связь но была женой муж и он говорит если это запрещено так кто-то разрешил как как кто-то кто разрешил тогда то тебе разрешил цифру до бат и троп дальше написано и в этот момент от моши написано не талима не талима это что-то типа ускользнула в смысле замутилась ускользнула на уровне исчезла аллаха то есть может затруднился дать ответу не он не мог вспомнить аллаху который с этим связан не написано что он забыл а сказано не тальма и аллаем это исчезать делаться невидимы из него ушла это аллаха он не мог ничего сказать сейчас почему дальше увидим и это вызвало у всех все начали рыдать смысле вся община израиля почему сейчас увидим почему она объяснить такое что они почувствуют дикое недоумение о том что муше находится в таком как бы плачевном состоянии не может ответить казалось бы на простой вопрос который его спрашивают и видно что его ставят в тупик он не знает что ответить да и тот самый муше которые учат законами вот который разговаривает со всевышним вот в этот важный момент он ничего не может сказать да такая драматическая ситуация секунду дальше как написано как написано и при это тоже в параше балак когда описывается вот вся эта история до которая предшествует пришли предшествует развратному действию этого земли с медианкой описывается интересно как что он приблизился к своим братьям смысле тот самый земли да он приблизил к своим братьям эту медианит на глазах муше и на глазах всей общины израиля они сказано плачут стянают напротив входа шатер откровений вот такая ситуация да это не то что там потом с ним в кустах пошел что-то такое нет тут вообще говоря такой драматический театр высшего класса который мы как-то должны понять что вообще происходит но и вот как бы мудрецы таким образом пытаются в талмуде как бы понять очка каким образом это происходит мы из этого видим что действия в несколько момент во первых действия земли они были вызывающие не просто там согрешил или пошел разврат чего-то такое в кустах нигде кто не знаешь какие-то в пустыне эти кусты но что-то типа этого да в тайнику а то пошел суп такой сделал и стало известно он сделал просто это по наглому совершенно притащил эту медианит да показал ее всем все это видели да народ рыдает а вот талмуд объясняет почему народ рыдает потому что они видят что как бы в полном сомнении что уже не находит никакого ответа такой казалось бы простой вопрос а этот с ней уединяется вот пошел там к себе в шатер окей дальше сразу после этого написано и увидел пенхаз бен-элиэза бен-элиаза заслыха а что же он увидел что он увидел и тогда раф сказал он посмотрел на это дело или как бы оценил всю эту ситуацию и он вспомнил закон и он сказал обращаясь к муше разве мы не учить не учить не у и разве мы не учили от тебя когда ты спустился с горы сина и когда ты нам разъяснял закон не говорил что тот кто совершает соединяется имеется ввиду как бы сексуальное соединение тот соединяется с идолопоклонкой не просто не не просто не еврейкой а идолопоклонкой да скажем так то тогда тот то ревно ревнователь да он должен его поразить а на это ему мужа ответил тут потрясающая фраза значит написано на арамите на арамейском я прочту как мне кажется дико извиняюсь по неграмотности если я это озвучиваю неправильно и более умные люди или просто умные люди меня поправят а буду только рад звучит это так коре а и герта у и ашалих улыбиться улыбаться может быть да именно он сказал кари и над и и герта и у ле гавы порванка вот так это звучит на арамейском да что в переводе на иврит это звучит так тот кто читает послание он и должен быть тем кто это исполняет имеется ввиду что тот кто произносит либо озвучивает что вот так надо делать то на нем и лежит обязанность сделать то что он прочитал да и вот этот потрясающий рассказ требует от нас понимание как бы на яскольких уровнях прежде всего задаться таким вопросом удивить как будто спрашиваясь удивляясь каким образом вообще произошло как могло случиться что от мощь от муж от муж от него от моисея него исчезла как бы закон исчезла лоха и это не просто как бы человек да это опять в глазах всех мы знаем описание великий как бы муж и рабы иного учителя муж и который разговаривает со всевышним который через он является тем каналом через который всевышний передает евреям и тайны письменные и устные торы как такое может быть более того вспоминая что когда муж и спускается синая и видят развратные смысле долопоклонства и развратные прямом смысле действие евреев которые пляшут веселятся до вокруг золотого тельца он сам как бы в соответствии вот именно с этой галахой до он озвучивает призыв кто за господа ко мне и дальше отдает приказ сму колену леви которая в этом не участвовала обнажить как бы эти мечи убить всех кто участвовал или участвует в поклонении золотому тельцу почему муж и тогда него это не ускользнуло это аллаха она четко понимал что надо делать почему в этой ситуации этого не произошло дальше говорит что очень интересный важный дорогой пируш якор очень дорогой комментарий это важный пишет ханан парад я слышал во время моей смысле его учеба ханан парада в ешиве в керамбиям керамбиям это место в израиле известно там ешива в которой учился ханан парад одна из ешива очень давно когда он еще был как бы молодым студентом если так можно сказать и дальше вот он как раз тогда там услышал такое объяснение что выражение я думаю правильно по-русски перевести ускользнула от него аллаха не означает что забылась что он забыл эту аллаху а то что ему было как бы воспрепятственно осуществить и и как сказано например похожее слово по утрепоты по употреблению но только в другом в смысле смысле сейчас увидим да например когда человек это заповедь связана с возвращением хозяину найдено потерянное им имущество про человека который нашел сказано что написано но тухарь леталем в книге дворим 22 глава 3 стих то есть ты не сможешь летал им что начнут летал им летал им это означает как ускользнуть сделать вид что не видишь современно говорить это тоже вполне особостраненное слово например и когда кто-то хочет сказать чек совершенно не обращать внимание вообще сделал лучше но он не видит до при встрече он скажет металлами не видит но италлами гаммы вообще меня как бы не видел металлами металлами по-русски это что-то типа вот и сделал вид что просто он не видит не слышит и так дальше да так вот как здесь сказано лотуха леталем смысле что ты не сможешь да не то чтобы забыть а ты не сможешь от этого отстраниться да то есть смысл он такой что не сможешь как бы своим глазам приказать как будто они этого не видели в том месте так описаны драж да то есть в данном случае как бы идея такая как написано что не там маме мену аллаха это смысле что как бы но как будто закрылись глаза и он не смог не смог как бы прочитать да то что написано в этом послании в этой аллахе для того чтобы ее выполнить то есть ему как бы воспрепятствовали исполнению того что он должен был сделать она прожится вопрос а почему же действительно муша было воспрепятственно самому исполнить эту заповедь а вот почему потому что вот этот зимри бен салоа вот тот самый наси который себя так отвратительно повел который получил наказание от пенхаза потому что он написано пага бо бо офен и ши он его задел он его оскорбил лично почему то так важно что подумать даже наоборот так по жизни когда обычный человек воспламеняется до человек больше воспламеняется как бы для того чтобы сделать какое-то обратное действие наказать кого-то или что-то больше когда это происходит по отношению к нему лично чем больше чем это происходит кому-то другому кто-то подходит кому-то ко мне плюет мне в лицо толкает меня оскорбляет больше как бы у нормального человека есть при этом крыша да и он начинает как бы ревновать либо он при мне кого-то оскорбляет да понятно человек как бы слетает крышу все и он начинает что-то такое вот ревновать действовать наказывать а здесь получается обратная ситуация как бы мудрецы говорят мудрецы говорят или мы так можем их понять что почему муж и было воспрепятственно тому чтобы он исполнил вот эту ревность наказал этого земли именно потому что этот земли он его оскорбил лично дальше как бы ну видно да продолжение как бы этой логики и секунду почему потому что он оскорбил его лично тем что он привел вот эту медианку казби дочку цура бацур притащив ее как бы ну вот запрять а прять волос вот прять волос не локон а прять волос и он как бы задал ему вопрос такой тупиковый это за вопрос типа как у короха был да то есть как бы я тебе задаю вопрос но я заранее знаю что вопрос то тупиковый тебе ответа на него не будет ты загнать я тебя загоняю в тупик что есть ты скажешь ну да конечно она асура она запрещенная ну так очевидно это как в шахматах я тебе тут же как бы мат ставлю а как каким макаром вообще каким образом дочка и тро цепора каким же образом она те была решена разрешена да и тогда получается что если бы за этим последовало любое как бы действие со стороны моши направленное на наказание этого земли как и ревнователя да всевышнего то она была бы расценена всеми прежде всего как спонтанная эмоциональная личностная реакция на то что его наличное оскорбление и даже даже если сам моши внутри себя был совершенно как бы отстранен отстранен слиха и чест и как бы сердце у него было чисто и незамутненно или там незамутненный разум да весь народ мог бы подозревать моши что на самом деле основная причина вот такого действия это не элэшем шамаем то есть он не во имя небес это сделал а главное как бы по мотивация это мотивация личностная персональная за его собственное оскорбление и именно поэтому объясняют мудрецы именно поэтому от него не то что он забыл а так как говорят балашон хахамин то что они как как они говорят своим языком да в каких выражениях нит альма мемену аллаха нит альма в том смысле что ему было воспрепятственно сделать это действие окей и тогда получается что мы вот из этого рассуждения в трактате санэдриэн мы учим как бы написано лэках гадоль это урок это урок это урок это да ну как бы что мы из этого учим что вот это ревнование либо в скобках говорю слово которое не сильно подходит но тем не менее фанатизм может иметь место только в том случае когда это ревность она ревность чистая от любой примеси чего-то личностного даже если это что-то реальное настоящее либо это то что может быть ну как бы придумано либо надумано по этому поводу дать повод либо тому что это может дать повод и в любом случае может воспринять дать повод для тому что это действие такого ревнителя фанатичного оно может трактоваться что это было сделано не лошем шамаем не во имя небес не с чистыми замыслами и тогда вот такая кин а такая ревность такой фанатизм пасуль или кин ап сура а именно испорченное запрещенное негодное дальше пишет ханан парад что вот эту точку совершенно потрясающе как бы осветил показал Раф Кук в объяснении к своему к своему а в смысле написанную им молитву которая называется Улата Рая в том месте когда он как бы объясняет почему Рабан Гамлиэль как бы утруждал себя утрудил себя и был как бы занят тем что он искал специально человека подходящего мудреца который бы составил так называемый беркат аминин знаете что есть 18 благословлений на самом деле их 19 что была добавлена беркат аминин беркат аминин называется браха хотя там браха как бы нет это обратное а именно то что говорится против минин минин это вероотступников предателей да она тоже называется браха хотя там никакого благословления нет а есть наоборот есть как бы наоборот их отторжение если уж не проклятие а то отторжение вот Рабан Гамлиэль специально как бы упорно искал того кто может ее составить и интересно понять почему именно мудрец которого звали Шмуэля Катан именно он удостоился тем чтобы ее составить и вот как это объясняет и как это объясняет Равку и потому что вот это называется браха имеется в виду вот эта часть молитвы так как поскольку там все абзацы называются брахот это тоже называется браха это не браха а как бы наоборот да вот и она ее смысл это как бы в ней есть потенциал как бы ненависти и ревности если так можно сказать и как бы идея в том что Рабан Гамлиэль считал что это это может такую вещь может составить или такие слова притоку от того про которого известно что он совершенно святой человек чистый замыслами вот совершенно не ревнитель да и про которого невозможно подумать что он это составил исходя из своих каких-то вот личностных эмоциональных побуждений и именно это то чем руководствовался Шмуэля Катан и только он действительно был как бы способен или он мог сделать вот это специальный браху это не браха наоборот против вероотступников почему потому что если прочего именно ему вот Шмуэля Катан приписывают слова он все время как бы настаивал на том что надо очень тщательно как бы соблюдать во всех случаях как некоторую парадигму сказанное в Торе а именно при падении или поражении во его врага не радуйся и был человеком который как бы совершенно изъял из себя если так можно сказать все чувства связанные с ненавистью с ревностью со всем тем что как раз он составил и то что составляет составляет или может показаться что там это есть да там есть потенциал именно этой ревности и как бы негодование именно такой человек мог это сделать да но однако продолжая дальше ханан парад да вот такого чистого сердца или чистых намерений недостаточно и одно только добрые помыслы недостаточно потому что мы знаем что да то что по-русски говорится как это добрыми намерения устлана дорога в ад тоже на самом деле калькас иврит на иврите есть такое выражение да вот поэтому в трактате сонетов подчеркивается подчеркивается что именно пенхаз он увидел вот это действие раама асе это это действие этого земли вынескар Аллаха и он вспомнил эту Аллаху и это как бы должно нас научить что он вспомнил Аллаху а не то что у него просто воспылал гнев или у него было что-то такое эмоциональное вот и воспылал может могло быть написано воспылал гнев не знаю этого пенхаза и вот он значит ревновал нет скажи что он вспомнил Аллаху это что означает означает что даже несмотря на то что у него было по-видиму очень сильное эмоциональное побуждение которое послужило тем самым толчком да но изначально как бы отправным пунктом является то что Моше от него исчезла эта Аллаха а пенхаз вспомнил про эту Аллаху и это нас учит что несмотря на то что он ревновал такой скажем рафинированной чистой ревностью да или в любом случае даже если ревность имеет ввиду ревность как бы чистая рафинированная она должна быть в рамках закона а не только как результат вот такого эмоционального взрыва и поэтому поэтому пенхаз должен был как бы ну скажем так выяснить Аллахот заповеди связанные с кин-а с ревностью с Муше рабыну да с Моисеем и как бы получить галактический как бы фидбек или поддержку имеется ввиду от Муше а не просто рвануть взять копье и что-то такое побежать предварительно видимо напомнил или как-то выяснил самуше вот эту Аллаху и как бы выяснил у него ситуацию по закону правильно ли так действовать либо нет окей но продолжает дальше ханан парад именно потому что как бы мы идем по линии того что происходит некоторый разбор Аллахи между Муше рабыну и Пинхасом очень правильно обратить внимание на на то каким образом по словам мудрецов Муше отвечает Пинхасу а мудрецы говорят что как бы он как будто отвечает ему такими словами да вот еще раз читается на арамийском карьяна да и герта и у ливы порванка в переводе на и это означает что тот кто прочитал и герат тот кто прочитал закон вот он он и тот кто известил о законе правильно не так понятно тот кто известил о законе вот он и должен его выполнять в смысле привести в действие да и из этого понимаете вся весь этот вот недельный раз вся эта история с Пинхасом да она из такого можно сказать она деликатная и вот то что делает Ханан Парад и мы сейчас дальше посмотрим он как бы и приводит как бы первоисточники приводят слова мудрецов для того чтобы нас чтобы втянуть или для того чтобы нас нам показать насколько насколько с разных сторон рассматривают мудрецы эту сложную ситуацию вот дальше в продолжении слов муше да о том что он ответил Пинхасу он не сказал ему да конечно хватай копье и все и значит руби совершенно очевидно что ты должен поразить он не отвечает ему так он ему не говорит не говорит совершенно недвусмысленно не говорит ему что ты обязан наказать убить этого земли почему потому что отвечает ханан парад вот заповеди или законы которые типа вот такого фанатизма таких экстренных действий они укладываются в принцип который называется аллаха вен мурин кан наверное надо понять так есть закон но и вы прям его остерегаются применять или остерегаются учить прямому применению то есть грубо говоря идея такая что когда есть что-то что по теории надо сделать так но когда это связано со многими ограничениями и когда это связано с с с разными как бы пониманиями того как надо себя вести да то не говорят напрямую да совершенно очевидно что надо действовать так поэтому и ответ Моше Моисея он был неоднозначным дальше и вот объяснение да такого такой ограды это не только с той точки зрения что хотят как бы еще больше предостеречь себя а потому что вот дальше интересно очень ханан парад разбирая сейчас мы увидим да еще один момент и вот у меня как бы все время такая передо мной как бы картина что это вот действие фанатизма да или вот такого ревностного ревнителя оно складывается вот как мы сейчас уже видим как минимум из двух составляющих одна составляющая это составляющая как бы законная что правильно делать по закону да да а вторая часть связана с тем что тот кто это делает он это делает он это он это делает спонтанно и он это делает эмоционально хотя мы только что видели что от моши 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 было возбранено это сделать именно из-за того что как бы это было лично эмоционально но вот именно сейчас продолжение ханан парад пишет что настоящая как бы ревность настоящий фанатизм есть так можно сказать он требует сильного эмоционального спонтанного пробуждения который идет как бы из глубин души человека и хотя как бы форма форма формальный закон дает законное обоснование либо рамку для этого действия но она не может как бы сухо обязать человека действовать если тот кто это хочет выполнить он выполняет только почему потому что так сказано и написано он не должен этого делать и поэтому моши он удовлетворяется такой скажем туманной или достаточно туманной не обязывающей формулировкой а именно тот кто прочитал закон или тот кто понял закон он должен выполнять то есть ну как бы со всем своими словами можно было сказать так ну если ты так хорошо это помнишь и знаешь ну тогда и действуй вот что-то типа этого а не так что а да конечно все молодец ты вспомнил иди делай нет его ответ был не такой и окей и это учит нас попутно можно заметить очень как бы важное воспитательное педагогическое значение связанное с тем что человек должен если он как бы видит себя исполнителем какого-то важного предназначения исполнителем какого-то важного акта он должен это выполнять с одной стороны когда это горит в его сердце и основой этого является как бы душевный порыв с другой стороны это должно быть в рамках закона и таким образом мы получаем или как бы резюмируя что по мнению мудрецов так как мы это поняли существует как можно или можно определить как минимум три условия это какие условия для того чтобы исполнить для того чтобы пинхас мог исполнить и не только пинхас а вообще кана и редмитель code это forever 씨 совершенно исходящий из ряда вон экстремальный, как бы, акт. По мнению Рава, должны быть три условия. Какие? Вот эта его ревность, еще раз, его фанатизм, должна быть свободная, без примеси любого личного отношения. Это первое. Это ревность, или вот этот экстремальный акт, да, он должен иметь свое основание в Галахе, в законодательстве, где должно быть совершенно четко прописано, что да, так следует себя вести при определенных ситуациях. И третье, что сам вот этот ревнитель, его действие должно происходить спонтанно, тем не менее, пишет Таханам Пара. А не как действие, вот описывает так, Митсват Анашим Мелумеда. Это что означает? И даже не так. Кемитсват Анашим Мелумда может быть. А не как просто человек, который что-то выучит. То есть, наверное, идея такая, да, вот человек сидит там, прочитал, в книге написано. Вот тот, кто сделал так и так, написано, пойди и убей его. Или, во всяком случае, такой закон. Ну все, пошел и убил. Это не так. Вот это очень интересно, эти три пункта, да. Мы сейчас дальше будем разбирать, смотреть, но они в какой-то, в каком-то смысле, они переплетаются, да. И, как бы, неоднозначно разделены. С одной стороны, не знаю, трезвый ум для того, чтобы выучить закон. С другой стороны, как бы, основная движущая сила признания закона. Это некоторая спонтанность и личная вовлеченность. Да, если так можно сказать. А с другой стороны, отсутствие личного. Вот, как бы, такое сплетение получается. И мы возвращаемся еще к чему. Очень важный момент. Опять подчеркиваю. Вот этот вот сейчас абзац, он будет называться. Мы начали с того, что мы сказали, что очень важно понять фразу, которая предваряет все действия Пенхаса. А именно, когда сказано, увидел Пенхас. А что он видел? Что он такое увидел? Что послужило вот таким катализатором, как все так, всему этому действию. Если мы подумаем, все, что он увидел, он увидел разврат, запрещенный, да, вот этого земли, нет. Это была не главная причина того, что его действия. А какая главная причина? Можно подумать, что обида нанесенная или оскорбление нанесенная муше. Да, это тоже, наверное, послужило как бы своей ролью, но это тоже было не самое главное. Возникает вопрос, а что же было самое главное? А ответ такой, самое главное, это была профанация имени Всевышнего Хилу Ля Шем. И это только как называется этот абзац, который мы сейчас как бы разберем. Что он увидел? Он увидел Хилу Ля Шем. Как он его увидел? Тогда он говорит, что в этом трактате Сан-Эдрин, да, дальше, приходит Шмуль, другой мудрец, участвующий в этом диалоге, который поднимает еще дополнительный как бы аспект, который требуется для того, чтобы вот этот акт ревнования, он был достойным, положительным. Сказал Шмуль, Мара Пенхас, а что увидел Пенхас? Сказано, написано, и увидел Пенхас, а что же он увидел? Он увидел. Он увидел. Очень интересно. Он увидел то, что сказано в книге Мишлей, Витчи Соломоновой, где сказано, 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 нету мудрости, и нету рассудка, и нету и нету совета, которая против Всевышнего. Что означает? Означает, что против Всевышнего, против Его воли невозможно привести как бы никакую аргументацию. не связанную с интеллектуальным рассуждением, и не связанная с логическим выводом, и не связанная с какими-то, значит, убеждениями. И трактует это так. Всякое место, где не относятся с почтением к Раву, а именно имеется в виду к Учителю, к Наставнику, стоящему выше тебя, там ты найдешь Хилл-Рашем. И мы видим, что здесь Шимуэль, мы видим, да, каким образом получается, тоже такая странная ситуация. Мы знаем, что неправильно, или даже запрещено, чтобы ученик говорил закон, либо учил закону перед своим учителем. То есть, есть место ученика, есть место учителя. И это неправильно, когда ученик, грубо говоря, забегает вперед своего учителя и начинает как бы трактовать закон. Значит, есть некоторая субординация. Здесь получилось таким образом, что как раз именно получилось, что Пенхас забежал впереди как бы Моше, и он тот, который вот трактовал, объяснил закон, как надо поступать в этом случае. Почему Пенхас забежал как бы впереди Моше и не дождался того, когда Моше придет в себя, да, и как бы сам своими устами скажет этот закон, да, и это означает, это означает, что он почувствовал, что ситуация кризисная и происходит самое как бы, ну не знаю, самое ужасное, что может произойти. Ситуация чрезвычайная. Почему? 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 Потому что происходит хиулашэн. И этот профанация Божьего имени и оскорбление Всевышнего настолько как бы чудовищное, что нет возможности как бы дать ситуации устаканиться, грубо говоря, чтобы Моше пришел в себя и что Бонка вынес как бы по праву старшего, по праву учителя, вынес как бы свое решение. И Пинхас почувствовал, что эта чрезвычайная ситуация, она требует от него как бы незамедлительной чрезвычайной реакции. Да? Тогда спрашивается вопрос, а в чем был, в чем Пинхас заметил или в чем он почувствовал вот эту хиулашэн профанацию Божьего имени, где он это увидел в действии Земли? Если он это видел только в том, что он привел как бы идолопоклонницу, нееврейку, для того, чтобы иметь с ней как бы сексуальные отношения, если это было только в этом, тогда как бы получается, что в принципе, исходя из этого, можно любое преступление нарушения закона можно трактовать как хиулашэн, как, скажем, сразу перепрыгивать на самую высокую ступень преступления, и тогда получается, что нету как бы никакого разделения между одним преступлением и другим преступлением, и нет никакого разделения. И тогда ханаппарат как бы отвечает сам на этот вопрос и говорит, что по видному уму вот эта профанация и оскорбления Всевышнего, она протекала из того, в какой грубой, дерзкой, нахальной форме Зимри сделал то, что он делал. Он это сделал публично, оскорбляя всех, и делает это вызывающе на глазах как бы всей общины Израиля. Когда он дерзко противопоставляет себя Моше, делает это как бы напротив входа в шатер откровения, как это и почерпнуто в Писании. И приблизился в смысле вот этот Зимри своим братьям, приблизил к ним вот эту Медьянит на глазах Моше и на глазах всей общины Израиля, а они, они израильтяне, плачут или стянают, рыдают напротив входа в шатер откровения. И дальше вот еще очень интересный момент тоже, который показывает еще один очень-очень интересный аспект вот этого экстремального действия Пинхаса совершенно как бы с другой точки зрения. то как бы та линия, куда мы сейчас пойдем, она то есть в принципе можно было бы остановиться на том, куда мы сейчас дошли. Да, в принципе как бы это логическое ответ на те вопросы, которые мы задавали. Но Ханан Парат, он не останавливается на этом, а он идет дальше. И вот сейчас на мой взгляд начинается очень интересное объяснение, которое в каком-то смысле оно парадоксально и оно приведет нас к умозаключениям, которые в известной степени находятся на противоположной позиции, с которой мы начали. А именно вот этот абзац, он называется «Увидел», имеется в виду Пинхас, «Увидел, что пришел ангел», имеется в виду ангел смерти и хочет поразить, погубить народ. Дальше объясняет Ханан Парат. При всем том, что мы сказали, тем не менее, даже в профанации имени Божьего недостаточно по мнению Раби Цхака при обсуждении этого же вопроса в трактате Сан-Эдрен, и поэтому он приводит дополнительное рассуждение, по которому, которое объясняет нам, какие должны быть еще исключительные условия, которые может позволить вот это экстремальное действие, которое сделал Пинхас, А именно, Раби Цхак Раби Цхак сказал так, что увидел Пинхас? Он увидел, что пришел ангел, я в словах добавляю ангел смерти, для того, чтобы поразить народ, или, можно сказать, поражает народ, народ, потому что мы же знаем, что Пинхас как бы остановил поражение, то есть поражение уже происходило, и погибло 24 тысячи человек, да, поэтому он увидел, что пришел Малах, ангел смерти, да, и он поражает народ, и поэтому сказано, в скобках написано, что встал, в смысле Пинхас встал, из среды общины, что значит встал, в смысле, что они лежали, в смысле, что они, если уж не пораженные, то во всяком случае находились как бы в подавленном состоянии, и так же, как в соответствии с словами Всевышнего, которые прямой речи приводятся в отношении Пинхаса, о том, что Пинхас, он ревновал мою ревность, мою Всевышнего, сказано, и не погубил окончательно народ в моей ревности, и это свидетельствует, как будто нам свидетельствуют сто свидетелей, что именно вот это экстремальное действие Пинхаса, оно проистекало не только из-за побуждения ревнителя, фанатизма, экстремизма, наказателя, а оно истекало из милосердия. Вот это очень интересный поворот. А где же милосердие? Милосердие почему? Потому что он своим действием спас всю остальную общину и продолжает дальше ханан-парад. И это в соответствии со словами Рамхаля в его книге Меселат Яшарим пути праведников, да, там, где он объясняет вопросы, связанные с Хасидутом. С Хасидутом в смысле с примерами или образцом высокого духовного поведения. Говорит, и это можно иносказательно сказать, о чем идет речь. Так говорит Рамхаль. Это похоже на действия врача, когда он вынужден произвести хирургическую операцию, ампутируя, отрезая, не дай бог, у пациента, у больного часть тела либо какой-то орган для того, чтобы все остальное тело и просто чтобы тело оно выздоровело, чтобы пациент, человек не умер. Несмотря на то, что как бы с внешней точки зрения действия, ну скажем, хирурга, да, оно выглядит жестким, да, тем не менее мы понимаем, что это акт, который акт милосердия в своей основе, потому что его как бы устремления, они связаны с тем, что он хочет его вылечить. Окей. И так же можно понять вот эту ревность, экстремизм, фанатизм Пинхаса, что в ней есть тот элемент, о котором говорит Рамхаль, а именно исправление и врачевание. И мы из этого можем выучить, да, по мнению раба Ицхака, что вот эта вот ревность, экстремизм, фанатизм, они достойны или являются достойными только в том случае, когда они проистекают из чувства хеседа, милосердия самого высокого как бы уровня, которое приводит с собой излечение и освобождение. И тогда именно как бы с этой точки зрения можно понять, правильно понять, почему Всевышний благословляет Пинхаса именно с Союзом мирным, которое, казалось бы, полностью противоречит тому действию, которую сделал Пинхас. Всевышний он как бы подчеркивает тем самым, что есть ситуации совершенно исходящие из правил экстремальной ситуации, такие же, как вот это действие Пинхаса, Пинхаса, в результате которых именно экстремальные действия, вот такой фанатизм, именно они приводят мир. И поэтому благословление, которое передает Всевышний через Моше Пинхасу, это бритшалом. Это поразит. И дальше как бы Ханан Парад пишет, что мы видим союз мирный или грубо говоря мир исцеления в случае как это в истории как это происходит с Пинхасом как бы создается не из терпимости, толерантности, которые как бы приглашают нас к тому, чтобы мы снисходительно относились к каким-то действиям, да, и это снисходительность, которая в конце концов может привести либо приводит именно к кровопролитию и погибели. А то, что Всевышний называет бритшалом, в основе которого, в основе да, вот этого союза, это как бы прямолинейность и честность, и это то, что написано в книге Захарии, восьмой главе 19, в 19 стихе, когда сказано истину, и мир любите. и получается такая парадоксальная вещь, что вот именно действие как бы ревнителя, экстремала из, так можно сказать, Пинхаса, именно оно приводит к излечению, освобождению, поражение кончается, и Всевышний благословляет Пинхаса благословлением, Бридж. Шалом. Окей. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим, потому что получилось довольно долго. На самом деле там еще есть несколько параграфов, и очень интересно статье, может быть, мы разберем в следующий раз. Только скажу, что дальше Ханан Парад проводит мысль, которая как бы балансирует сказанное как бы им сейчас, а именно как бы аргументацию за экстремизм, да, и так можно сказать, за ревность, опять же, при всех тех условиях, которые мы обговаривали, и то, что он дальше говорит, он объясняет, что вот эта система, не система, что эти вот экстремальные действия, да, они должны быть сбалансированы системой, которые как бы являются тормозящей, и которые балансируют и в конце приводят, приходят именно к выводу о том, что именно в наше время, да, именно в наше время очень правильно подходить с гораздо большей осторожностью к тому, что может казаться ревностью, кто может сказаться фанатичностью, и призывает как бы религиозность всех лагерей, и харидимного утракциального лагеря, и, скажем так, сионистского религиозного лагеря относиться с гораздо большей мягкостью и терпимостью, вот именно на примере, насколько мудрецы обуславливали легитимность действий Пинхаса вот столькими условиями, объясняя, насколько там ситуация была действительно экстремальная, и как бы объясняя, что именно в нашей ситуации, в современной ситуации, вот не действия экстремальными способами, как это делал Пинхас, это укладывается в презумпцию, которую называют, когда опускают, а не поднимают. Опускают, в смысле опускают, ну вот уровень ревнования, а не поднимают как и почему, ну я надеюсь разберем в следующий раз, всем цом камнус, тот, кто постится называет, говорят цом каль, а именно легкого поста, либо еще более правильно говорят цом муиль, в смысле человек, если сказано поститься, то поиск человек должен как бы не с легкостью это переносить, если переносит не с легкостью, в этом как бы есть смысл, но то, что он должен быть как бы эффективный и в общем способствует, тогда этот цом, то что называется, юиль, эффективный и в общем как бы приводящий к положительным реализациям. всем счастливо и шабула ковпока.